Медитация и молитва Медитация — это та же молитва, только обращенная не пойми куда и к кому Так вот, а есть ведь практики, из которых убраны вредные восточные, мистические эти составляющие, а только вот тренировка внимания и сосредоточенности Возможно ли как-то совмещать практику, дыхание, чтобы максимально сосредоточиться на молитве? Вы меня простите, конечно, но вся православная культура, она исходит вот из такой молитвы Которая является самой настоящей вот такой практикой Где человек молится всем, что у него есть Вот всем своим существом, каждой клеточкой своего тела Но молитва, в отличие от медитации, это сосредоточенное обращение к живой, разумной, волевой личности К творцу вселенной, к Богу, к источнику моей жизни К тому, кто меня задумал и создал Вот кто меня вот таким задумал и создал Благодаря кому я сейчас нахожусь на белом свете И вот сейчас я здесь сижу перед вами Только потому, что Бог, который меня задумал и создал, еще не передумал И я еще здесь Как только он передумает, он как захочет, он меня отсюда уберет Заберет к себе или просто уберет отсюда Моя жизнь в его руках Поэтому молитва – это медитация в самом лучшем смысле этого слова Ведь чем дискредитировано и испорчено слово медитация? Восточными оккультными практиками Мы называем в основном медитацией то, чем занимаются йоги, буддисты, каббалисты Вот там медитация Там есть специальные практики, которые безадресно, но просто концентрируют человеческое внимание На каком-то объекте или предмете этого мира или на себе самом Это не молитва Это ее противоположность И именно поэтому любая медитация становится обязательно духовной практикой Даже если я не имею в виду ни Бога, ни дьявола В этом опасность медитации безадресной, если она не обращена к Богу А молитва – это то, что делает медитацию больше, чем медитация Это то, что соединяет человека с Богом, а не с дьяволом А вот в восточных практиках, в йоге, в дзамбуддизме, в каббалистике Мы видим, что люди, занимаясь вот такой духовной практикой, которую принято называть медитацией Они входят в общение с разумной, волевой и тоже личностью, но только дьяволом И мы же видим, в какие формы это отливается Христос говорит, по плодам их узнаете их Если результатом православной молитвы Которая содержит вот все эти элементы Но которая направлена прямо к Творцу Вселенной, к Богу, к Иисусу Христу Если человек занимается православной молитвой Он может достичь святости Он может преодолеть свои страсти Он может изменить свое отношение и к себе, и к людям В такой степени, что он начинает по-настоящему любить людей И посвящать им свою жизнь Молитва к Богу делает человека великодушным Вспомните апостола Павла Плод же духа, то есть результат общения человека с Богом Это любовь, радость, мир, долготерпение, милосердие, благость, вера, кротость, воздержание Это дар Божий, который человек обретает во время живого общения с ним самим, с Богом И потом он этим живет Если мы не прекращаем свое живое общение в молитве с Богом То тогда это становится содержанием нашей жизни Мы из этого думаем, принимаем решения, совершаем поступки Мы создаем культуру, равной которой нет вообще в мире Мы создаем огромное государство на одну шестую часть суши Которое битком набито полезными ископаемыми Только потому, что мы молились Богу И Он нам это все дал У нас не было мечты о мировом господстве И фантастическом благоденствии на земле Наоборот Человек, молящийся к Богу, целью своей жизни имеет самого Бога, Христа И Царствие Божие, которое не от мира сего Человеку, молящемуся Богу Здесь, на земле, ничего не нужно, кроме Бога Все, что мы здесь имеем Это результат нашего молитвенного общения с Ним И Он нас никогда не обделял Наоборот Россия, как православное государство Всегда была богатой страной Во всех отношениях И материально, и духовно Посмотрите, какую культуру мы создали Нет ни одной области человеческой деятельности Где православие В человеческом выражении Не принесло бы свой ощутимый вклад Весомый вклад В общечеловеческую культуру Ну и главное — это святость Посмотрите, как мы плодоносим святостью Это ведь результат молитвы Это результат именно молитвенного сосредоточения человека На общении с Богом Святость — это самый лучший Самый прекрасный продукт Человеческой культуры Но это не только человеческое достижение Это результат общения человека с Богом Когда от человека желание и усилие А от Бога сила и результат Что мы видим в медитации? Ну, например, Альфред Розенберг Идеолог германского нацизма Он увлекался дзен-буддизмом И он читал внимательно Тибетскую книгу мертвых И он занимался медитацией О результатах нужно рассказывать Мы знаем, что, например Некоторые теперешние наши лидеры Такие, как Герман Греф, например Они тоже увлекаются каббалистикой И тоже медитируют И мы результаты знаем Мы знаем об их намерениях Это все результат их медитации А не просто размышления О смысле жизни Нет-нет, это живое общение Тоже с кем-то И мы видим, что эти люди Начинают водиться дьяволу Они создают идеи Которые соревнуются друг с другом По своей ненависти к людям Чем отличается каббала От германского нацизма Сходство в одном В ненависти к людям Поэтому Нельзя Недооценивать то, что мир Духовный мир Он поляризован Он поляризован С момента отпадения Пресветлого ангела Деницы От Бога Которая сделала его дьяволом И как говорит Достоевский В этом мире дьявол с Богом борется И вместо битвы сердце человека И человек не Знаете, не зритель на стадионе Где дьявол с Богом борется Битва-то идет за его сердце Он активный участник этого процесса И Бог, которому дьявол не соперник вовсе Это не какой-то равноценный борец Который устроил спарринг с Богом Нет, нет Дьявол это служебный дух Для Бога не составляет Никакого труда Превратить его В то, из чего он его создал В ничто Но если дьявол есть Значит он нужен И я знаю Вот как врач Что очень многие люди Которые занимались Оккультной практикой Йогой Буддизмом Индуизмом Каббалистикой Другими какими-то сектантскими Приемами Которые, например, используют Харизматы Которые считают себя христианами Как потом эти люди мучаются Как они потом приходят в церковь И С большим удовольствием И радостной надеждой Начинают преодолевать Все то, что они насобирали В общении с дьяволом Когда они занимались Этой оккультной практикой Ну вот тут вопрос Комментариев Почему бывает плохо После трансовых методик И медитационных техник Ну это понятно Почему бывает плохо Но Почему бывает плохо После Литургии и причастия Кому плохо-то? Кто задал вопрос, видимо Нет Плохо тем Кем одержим этот человек Бесам плохо На литургии Человеческой душе На литургии хорошо Она чувствует себя там Лучше, чем дома Это ее родное место А физически человек Когда себя начинает чувствовать? Да Человек Существо цельное Если тот дух Который мы надержим Испытывает неприятности В общении с Богом Который присутствует в церкви То тогда человек страдает весь Его начинает всего трясти Как он сам говорит Меня начинает колбасить И он иногда Как пробка из бутылки Вылетает из храма Потому что там невыносимо Ему на литургии Да Как говорят святые отцы В человеке все привычка И нам нужно Усваивать новые привычки Нам нужно приучать Свою душу Свой ум И свое сердце К новым впечатлениям Которые связаны С общением с Богом А не с дьяволом И благодаря Богу Уже избавляться От дьявольских Наваждений От того От тех неприятностей Которые человек Испытывает на литургии Здесь мы свободны А вот молитва На литургии Это медитация Ведь песнопение Очередуется с определенными Темпами и ритмами И тоже вводит настроение Определяет наше состояние Вы пожалуйста Можете называть это Медитацией Только всегда помните Что в современном мире Медитацией Принято называть В основном То что делают На востоке Это индуистские Буддийские Или каббалистические практики Как отличить Вредоносную Вот эту медитацию От обычной Духовной практики Которая вроде Меня успокаивает Нет такой Духовной практики Которая меня просто Успокаивает Дыхательной Дыхательной Нет никакой Дыхательной практики Которая меня просто Успокаивает Если я Начинаю сосредоточиваться На каком-то Объекте Предмете Или действии Безадресно Я начал медитировать И я нахожусь В опасности Я могу Войти в общение С ближайшим ко мне Духовным окружением Которым являются бесы И мы видим Что если Подвергаться Гипнотическому воздействию Например Где тоже Человек впадает В своеобразный транс То он может оказаться Под влиянием бесов На этом основано Кодирование В том числе И ритуальное Кодирование Всевозможное Экстрасенсорные Практики Этим К сожалению Увлекается Наша медицина Наша наркология То есть Нельзя достичь Спокойства Ума С помощью Медитации И потом Молиться Знаете На что это похоже Выпей И ты Успокоишься Вот если ты Выпьешь Рюмочку Водочки Или коньяка Создается впечатление Что тебе Стало Хорошо А после Второй А после Третий А после Четвертой Ты будешь Сначала Угрюмым Мрачным А потом Ты станешь Агрессивным А потом Тебя нужно будет Связывать И помещать В наркологию Вот То же самое С этим Самоуспокоением Самовнушением Которое Присутствует В медитации Тебе будет Хорошо Сначала Хорошо А потом Посмотрите Как они Относятся К православию Эти люди Посмотрите Какая там Духовность Вот тот же Вивик Ананда Это известнейший Практик В области Медитации Который Научил Медитации Весь Запад Он говорил Да не Берите себе В голову Что у вас Есть какие-то Грехи Что у вас Есть какие-то Немощи Вы Самые Сильные Вы Самые Свободные Вы Он И есть Вы Есть Он Бог Кто это Кого он Процитировал Дьявол Это Дьявольская Идея А В христианстве Все начинается Все лучшее Что может Реализоваться В человеке Начинается Со смирения С признания Своей Недостаточности Своего Несовершенства И Желание Двигаться В сторону Совершенства Не самостоятельно Мне нечем Двигаться В сторону Совершенства А С Божьей Помощью Когда я доверяю себя Богу Полностью Целиком Вот тогда Он Делает меня Совершенным Пусть не сразу Но я уже Встаю на путь Своего Совершенствования Вопрос Который Наверное Должен быть Адресован Священникам Как Научиться Правильно Молиться И как Понять Правильно Ли я Молюсь Вы Знаете Конечно Мне Как Врачу Учить Кого-то Молиться Может быть И не пристало Но У меня Есть Курс Психотерапии Разработанный Специально Для людей Которые Нуждаются В том Чтобы научиться Молиться Люди Страдающие Неврозами Зависимостями И там Я Предлагаю Основанную На православном Вероучении Систему Выстраивания Отношений С Богом Постепенно Последовательно С использованием Всех тех Приемов О которых Мы сегодня Говорим Да Действительно В православной Молитве Есть Все То же Самое Вот Наши Отцы Исихасты Исихазм Это люди Которые Исихасты Это люди Которые Как раз таки Отказывались От всего Ради Единственного Ради Единого На потребу Общение С Богом И они Замолкали Для мира И общались Только С Богом И они Выработали Вот эти Приемы Которые Мы Мы тоже Пользуемся Там Есть И дыхательная Практика Там Есть И Ритм Который Связан И с дыханием И даже С сердцебиением Там Есть Объекты Которые На теле У человека Где Нужно Сконцентрировать Свое Внимание И чувствовать Вибрацию Своего Собственного Голоса Все Это Есть Но Самое Главное Что Там Есть Это Предельная Концентрация На Том Кому Ты Обращаешься Вот Откройте Пожалуйста Православный Молитвослов И Вы Увидите Там В Эту Преамбулу Перед Утренним Правилом Прежде Чем Начать Молиться Встаньте Прямо И Пусть Все Ваши Страсти Утихнут Пусть Ваши Чувства Все Улягутся И Представьте Себя Предстоящим Перед Всевидящим Богом Я не дословно Но как-то так Звучит Это Преамбул Вот А потом Только Начинай Молиться Нельзя Молиться Богу Даже Богу Нельзя Молиться На Бегу На Ходу Абы Как Должна Быть Вот Такая Сосредоточенность На Предмете Веры На Том Кому Ты Обращаешься С Вот тогда Молитва Становится Полезной Внимание О нем Говорит И Восточная Практика И Окультисты И О внимании Же говорят Православные Только На чем Сосредоточено Внимание Вот это Важно Да Действительно Молитва Нет без Внимания Внимание Это как Некий Плуг Металлический Котором Мы Вспахиваем Землю Или Почву Своего Сердца Своей Души Тогда Туда Можно Будет Что-то Всеивать И Там Что-то Будет Расти Если Мы Будем Просто Поверхностно Проходиться По Молитвенным Текстам Этого Ничего Не Будет И Наша Молитва Нам Может Надоесть Если Не Будет В Молитве Вот Этой Сосредоточенности Ума И Чувств То тогда Молитва Не будет Она Может Превратиться Сама По себе В Медитацию Вот В Это Безадресное Обращение Бог знает Кому И Тогда Ты Можешь Вместо Бога Начать Молиться Дьявол Внимание На Словах Молитвы С Чего Начинается Каждая Молитва Наша Господи Господи Иисусе Христе Сыне Божий Помилуй Мя Грешного Вот Это Иисусова Молитва Для Очень Многих И Многих Христианских Подвижников Стало Воздухом Которым Они Жили И Они Стали Сливками Человечества Сосредоточившими В себе Благодать Духа Святого И Благодаря Этим Людям Мир До сих Пор Стоит Как Говорят Наши Мудрецы Пока В России Молится Последний Монах Мир Стоит Редактор субтитров Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова